Ребята, всем привет! В этом видео я хочу с вами поделиться своей техникой замера глубины пробивки дна. Мы с вами находимся на канале. Сейчас у нас зима, 30 декабря. Всех поздравляю с наступающим Новым Годом, пользуюсь случаем. Канал недалеко от Варшавы, 20 километров где-то от дома. Не широкий канал, который соединяет Вислу в Варшаве и водохранилище под Варшавой. Протяженность, наверное, его довольно приличная, может, километров 20. Хочу с вами поделиться своей техникой. Как я пробиваю дно, когда приехал в этом месте первый раз. Не знаю, что по глубинам. Вижу, что только тут народ полавливает. Место здесь популярное, наверное, еще популярное за счет того, что машину можно прямо поставить рядышком. На той стороне велодорожки, лавочки. Все обустроено. На машине не подъедешь. На этой стороне такое более дикое. И машинки ставят недалеко. Есть такая парковочка. И прямо можно поставить напротив места ловли. Значит, с вами приезжаем на какое-то новое место. И первым делом, прежде чем приступить к ловле, нам обязательно надо посмотреть, какой здесь рельеф. Это нам даст больше шансов словить больше рыбы. Надеваем с вами пробивочный груз маркерный. У меня вот такой грузик на 60 грамм. Вешаю сразу его на свою готовую оснастку инлайн. И сейчас начнем пробивать. Как, с чего начинаем пробивку? Сейчас мы на канале. И в принципе он, наверное, шириной метров 40, может 50. И мы будем кидать в самый конец канала. И ступенчато пробивать каждые 3 оборота. Смотреть, какая там глубина. Если вы находитесь на озере, тогда выбирайте для себя комфортную для вас дистанцию. Метров 60-70 максимум. И начинайте оттуда пробивать. На реке также. На реке чуть сложнее, потому что там течение. В зависимости от течения, там надо подбирать грузик. То есть на сильных течениях надо брать груз 100 плюс грамм. И немножко учитывать еще, что когда ваш груз падает, он падает не просто вниз, а его еще подносит течение и время падения у него увеличивается. Давайте приступим. Чтобы нам понять рельеф, нам нужна какая-то относительная величина. В нашем случае относительная величина это будет время падения груза. Мы будем каждый заброс с вами считать время падения от момента удара груза об воду. То есть мы сейчас закидываем, груз бьется об воду. Мы начинаем считать. И когда кончик на удилище распрямляется, значит груз достиг дна. Значит мы заканчиваем счет. И такую операцию будем проделывать каждые 3 подмотки катушки. Считать, считать, считать. И таким образом сможем определить, где какие есть перепады, изменения рельефа. Важный момент, чтобы счет у нас был максимально одинаковый каждый раз. Для этого я, допустим, использую технику быстрого счета. Примерно такую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. И когда вы максимально быстро считаете, у вас приблизительно всегда получаются одни и те же интервалы между цифками. Так, первый заброс делаем легонько, чтобы с прошлой рыбалки клипса у нас не оборвало грузик. Так, клипса нету. Но мы с вами кинули почти под тот берег. То есть мы немножко смотаем. Заклипсуемся. Одна, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, пять, шесть, семь, восемь. Так, вот я сейчас кинул на 39 метров. Это чуть больше... 39 оборотов чуть больше 40 метров. О, ровненько под тот берег кинули. Все. Делаем клипсу. Значит, какой тут еще важный нюанс. Промеряйте дно в том же положении, как вы будете ловить рыбу. Чтобы вы замерили, сделали, поставили, зафиксировали клипсу. И все. И у вас уже точка готова. То есть если вы встанете, зайдете в воду, отойдете рядышком, встанете, пробьете, потом садитесь. Пару метров разница и уже не в той точке. Пару метров разницы иногда довольно критично. Так, вот мы с вами кинули под тот берег. Мы заклипсовали. Полностью сейчас смотаем. Сделаем еще раз заброс и уже посчитаем. Раза 4, 5, 7, 10, раза 4, 5, 7. Вот, у нас упало под тем берегом на 15. Это довольно много, потому что я кидаю прямо-прямо под бровку. Мы делаем раз. Провозим. Два. И тянем. Три. Протягиваем, чтобы понять, что на дне. Какой рельеф. Все, три оборота сделали. Ставим клипс еще раз. И так начинаем пробивать. Каждые три оборота. Можно пять. Не знаю, можно каждые десять, а потом, если наткнулись на какое-то изменение рельефа, в этом месте пробить каждые два оборота более детально. Разочитопись 80, разочитопись 80, разочитопись. Вот. Тут у нас 13 получилось. Так, мы снимаем клипсу. Пока на дна твердого мы не находим. Народ полавливает на этой стороне канала, я смотрю. То есть, кидает метров 20. Такое чувство, что как-то может даже по траве какой-то или по рыбе прошелся грузик. Но пока нету твердого дна. Да, еще цель наша найти какое-то изменение в рельефе, бровку, перепад глубин и найти твердое дно. Ракушку, камушки. Для чего вообще это твердое дно ищется? Чтобы рыбе было комфортнее кушать и искать нашу насадку. Одно дело, когда у вас ил, 20-30 сантиметров, ваша кормушка с насадкой падает в этот ил, пинка за опарыш или мотыль взрывается и рыбка долго очень может ее искать. А когда у нас ракушатник или камушки, корм лежит сверху, все презентуется хорошо и рыба сразу видит сдалека вашу насадку. Тоже 18. В принципе, можно до конца протянуть. О, пошли стучки. Но небольшие. Вот тут под берегом начинает стучать. Но тут вот такие вот камушки, возможно, лежат, которыми отсыпали. Вообще-то твердого дна особо нету. Раз 4, 5, 8, 10, раз 4, 5, 8, 10. Вот чуть-чуть увеличилась глубина, почти 20. Раз 4, 5, 8, 10, раз 4, 5, 10. Где-то 17. То есть там я еще даю, конечно, погрешность на счет 1, 2. Пока с 17 до 20 пляшет. Раз 4, 5, 10, раз 4, 5, 10. Также 18. Раз, 2, 3. Раз 4, 5, 10, раз 4, 5, 10, раз 4, 5, 10. 18. Все, мы уже сейчас приближаемся к берегу. Надо быть аккуратным. Раз 4, 5, 10, раз 4, 5, 10, раз 4, 5, 10. Да, тут рельеф. Очень простой. Пока зацепиться не за что. Опа. Рочетая пяти, 180, рочетая пяти, 17. Рочетая пяти, 180, речетая пяти, 17. Да. И вот под берегом у нас тоже в районе 18. Ну, совсем под берегом. Рочетая пяти, 180, речетая пяти, 17. вот тут получается какая у нас картина с двух сторон канал равномерно вырод и равномерная глубина вот что в этом случае мы делаем в этом случае мы просто пытаемся найти за что можно зацепиться какой-то постукини небольшие протяжки вы чувствуете когда протягиваете либо это глубокий ил либо это такой неглубокий ил то есть тяжело тянется либо легко тянется вот нам надо стать где максимально есть что-то твердое или легко тянется сейчас мы это попробуем найти но если уже вообще не можете ничего найти ориентируйтесь тогда как-то ловит соседей вот я смотрю соседи кидают где-то от центра и чуть ближе сюда еще можно попробовать покидать левее и правее пару забросов вот начинается твердое дно ближе к берегу я наверно одну дочку пикер поставлю ближе к берегу 2 буду кидать ближе к центру ну вот идут постукивания видно как кивер тип бьется какая-то трава еще тут под берегом у нас нашлась опавшая ну тут тут я заклипсуюсь довольно легко один груз так довольно легко шел груз потом стал тяжелее идти потом наверно угодили в какую-то траву сейчас еще раз проверим свою точку да там какая-то начинаются в этот момент трава ну и друзья давайте так сказать чтобы вы проверили меня я проверил себя кинем и холод посмотрим что же там на самом деле на дне тоже мы там намерили соответствует ли наш замер действительно тому что там на дне и холод в такую погоду кидайте осторожнее подбирайте где ветер сейчас ветер идет на меня поэтому более безопасно кирать если что он прибьется ну вот собственно давайте теперь смотреть в принципе как можно наблюдать у нас плата то есть в районе 20 это и есть 2 и 7 метра да ну вот мы сами тянем непонятно почему он так рисует все в какой-то пыли либо это малек так показывается и вот резкая бровка прям под берегом на то есть тут можно разбежаться и прыгнуть почти на 2 метра глубины ребята если было полезно ставьте палец вверх если хотите посмотреть к чему наш замес корма и замер приведет сможем ли мы наловить рыбы подписывайтесь на канал и в следующем видео посмотрим как нам удалось отловиться такое непростое время как зима на канале под варшавой